Добрый вечер дорогие друзья, с вами снова Алан Зар. Сегодня мы продолжаем с вами проходить четвертую демо версию игры Титаник Честь и Слава. Демо 401, так сказать. В прошлый раз я высказал некую самоуверенность относительно данной демки, потому что я думал, что здесь доступны все режимы. А оказывается, в этой демонстрации нам доступен только первый класс и только в дневном режиме. Остальные режимы пока что недоступны. Они будут доступны только после нового года в альфа-версии. Что, конечно, не может не печалить. Так что, по крайней мере, мы допройдем те помещения, которые мы еще не успели пройти в предыдущем прохождении. Так что посмотрим, что мы еще сможем найти. Самое главное, я надеюсь, что нам не удастся провалиться в какой-нибудь прорезь текстур. Поскольку все-таки игра довольно требовательная, видеокарта требует замены. Я думаю, после нового года я этим делом уже займусь. Ну что ж, начнем. Посмотрим, что же еще мы пропустили в прошлый раз. Как видите, второй и третий класс пока что недоступны. Так что придется лишние 20-30 тысяч выложить из своего кармана, чтобы поставить реально хорошую видеокарту. Вот как видите, очень-очень медленно прогружаются все текстуры. Один из подписчиков группы Титаник Честь и Слава все-таки воспользовался своим более мощным ноутбуком, даже не компьютером, ноутбуком, чтобы пройти данную демо-демонстрацию. Так, здесь мы пройдем прямо через двери. Видите, как еле-еле прогружаются все текстурки, все цвета, все полосы и так далее, и так далее, и так далее. В прошлый раз мы с вами не бывали в столовой первого класса, да? Так, открываем дверцу, попадаем в столовую первого класса. То, что меня сильно прямо впечатляет в разработке именно непосредственно в столовой, как и в прошлой демке, да, это непосредственно то, как отражается свет от пола. Вы посмотрите только. Хотя мне кажется, в столовой первого класса, по-моему, ковер был постелен, да? Даже помню, когда Джеймс Кэмин рассказывал о съемках фильма, да? Ну, как дополнительный материал. Там рассказывали, что непосредственно нужно было заказывать ковер аж непосредственно от той компании, которую сшил для Харланд и Энвуль, да, все материалы. Там ковры, там постельное белье и так далее, и так далее. Но здесь прямо блестит, как будто это какой-то мрамор или кафель. Вообще красиво. Необычно. В отличие от предыдущей демо-версии, здесь мы способны пройти буквально по всем, по всем столикам. Конечно, здесь мы не можем в данной ситуации порадоваться вот этой изящной резьбой по дереву, поскольку, видите, текстуры все размазаны. Это уже не проблема настроек, это уже проблема мощности компьютера, возможно, еще и операционной системы. Так. Что нас здесь может немного удивить? Особо ничего, даже видите, вот эти номера, которые на спинках стульев, даже они размыты. Было бы что рассказать, хотя, мне кажется, в прошлый раз, про прошлую демку Максим Полищук довольно подробно рассказал, зачем нужны были эти номера, да, на стульчиках. Каждому пассажиру при посадке выдавался определенный номер, по которому он, соответственно, и имел право садиться за определенный стол, на определенный стул в данной столовой, да. И никуда, в другое место не имел права сесть, да. Если не хотел сидеть в столовой и обедать, ради бога, ресторан Алякарда вашим услугам. Даже пианинка размытая, жесть какая-то, катастрофа. И столовые приборы размытые, ну, короче, жесть полнейшая, не знаю. Так, ну, про эти арки, конечно, мы все знаем, то, что все-таки в Олимпике они были разделены на шесть секций. Их здесь всего три. Это одна из основных, так скажем, не самых основных, но, по крайней мере, заметных отличий Титаника от Олимпика. Так, давайте-ка для начала поднимемся наверх. Вот еще одна картина. Более-менее видно, не размыто. Прямо даже ощущение, как будто маслом написанное, прямо выдает текстура, как будто маслом накатанное. Очень красиво. Так, давайте-ка еще раз выше поднимемся. Мы в прошлый раз не бывали даже на мостике, хотя он в доступе, между прочим. Вот красота какая, да, красивая девушка. Так, выше еще подняться можно, да? Давайте еще выше поднимемся. Давайте все-таки мы будем поэтапно проходить весь лайнер. От макушки до пятки. Оп-па, опять приехали. Эх, не знаю, ребят. О, вот прогрузилась. Я так понимаю, все-таки, когда ты быстро передвигаешься по помещениям лайнера, да, видеокарта не успевает считывать всю информацию, которую предоставляет данная игра, да, соответственно, попадаются некоторые вот такие текстурные ямы. И как бы должно повезти, чтобы не впасть в эти ямы, да, а быть нужно непосредственно осторожным. Так, что тут у нас? Тут у нас закрыто. А тут мы обратно идем. Какая, о, здесь какая-то дверца. По-моему, здесь как раз-таки обитал обслуживающий персонал, я так понимаю. Офицеры кают. О, ух ты, смотрите. Телеграфная, да? Круто, 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 круто. По-моему, это помещение было разработано еще энное количество лет назад. Только сейчас мы получили своего рода доступ к нему. Зачем было так долго тянуть, не пойму. Так, рубильники. А здесь, я так понимаю, они спали, да. Гарольд, да, со своим корешем здесь оставались, да. Красиво. Я помню, какой-то был рассказ, по-моему, как раз-таки в документальном фильме 2005 года, когда Джеймс Кэмерон вел прямую трансляцию с борта Титаника, да, на дне океана. Получается, была такая история о том, что было какое-то замыкание, обрыв кабеля, что-то в катушке вот данной вот стальной штуки, вот в этом ящике, да. Соответственно, они эту катушку достали, сами уже перемотали, высушили, положили и смогли воспользоваться уже через несколько часов, когда лайнер столкнулся с айсбергом. А вот эти рубильники, они довольно-таки известные, эти рубильники еще с призраков бездны, да, то есть их положение, там, которые были непосредственно в последний момент установлены Гарольдом, да, по-моему, перед непосредственно затоплением уже мостика. Ой, что-то тормозит. Конечно, оборудование вот это бесценно. Я знаю, что, ну и в принципе понимаю, что некоторые компании хотят достать вот это все оборудование, хотя бы его часть, да. Ну, посмотрим, как они смогут вот эту крышу прорубить, потому что здесь, посмотрите, ну, по сути дела, оборудование-то не маленькое, да, чтобы достать, ну, телеграф-то небольшой, непосредственно, да, вот, который передает непосредственно сигнал. Я могу ошибаться точно, не могу сказать, как называется аппаратура, но чтобы отсюда достать, это надо реально покумякаться с техникой, потому что вот эта переборка, например, она мешается. Я не знаю, она сейчас на данный момент там существует или нет, но надо будет с ней поработать, прежде чем что-то доставать из лайнера. Конечно, есть очень много мнений, что делать, оставлять, не оставлять, то есть, конечно, это все исчезнет. Рано или поздно, так что, чтобы хоть что-то сохранить в памяти людей и потомков, да, потому что все это бесценно, наша история, и нужно хотя бы только вот этой истории сохранить. Поэтому я обеими руками за. Ой, так, это мы вернулись обратно. Так, одно помещение нас порадовало, спасибо. О, кстати, видите, вот эта блестящая полоса, да, это, по-моему, компенсационный шов, да? Да, 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 компенсационный шов. Хорошую историю знаю про компенсационные швы на лайнер класса Император. То, что из-за дефектов при изначальном строительстве, да, этих лайнеров, Моджестик, ну, третий лайнер класса Император, довольно сильно пострадал. И он в одном из своих последних, так скажем, трансатистических рейсов, в результате чего по всему корпусу прошлись очень жесткие трещины, которые ликвидировать было, ой, как тяжело. Поэтому списаны были лайнеры очень-очень быстро. Так что, если кто-то говорит, что лайнеры класса Олимпик были таки себя прочными, давайте, ребята, не гоните. На самом деле, лайнеры довольно прочные были. Так, тут все закрыто у нас. Надо, пошли дальше. Только если вспомнить, через что пришлось пройти Олимпику, когда он потопил маяк, да? Такого-то маяк подводную лодку, лайнер потопил, насквозь прорубил. Хотя там мнение такое, то есть или носом прорубил, или винтом задел. Так, мы, по-моему, отсюда же заходили, да? Ладненько, пошли дальше, дальше, дальше. Ребята, мне кажется, все-таки отсюда надо на мостик попасть, нет? Как считаете? Честно сказать, я не припомню, откуда попадать на мостик. Давайте-ка еще раз пошаримся. Могу что-то допропустить, так что прошу извинения, если будем сейчас бегать вокруг да около. Вот какой-то опять просвет. Ну, господи, жесть какая-то. Может, вообще и смысла не было мне критиковать наших достопочтенных разработчиков. Скорее всего, это просто недостатки моего системного блока. Есть ребята, подписчики группы Титаник, честь и слава, которые сами постарались пройти. О, какая-то дверь открыта. О, попали на мостик. Короче, получается, сами постарались даже на полу попасть, у них сразу же вылетало. Или они попадали в текстуры, и так далее, и так далее. Но, действительно, игра журущая. Довольно журущая. Хотя, при том, что... Давайте уж на чистоту. Немного чего есть в данной демке, да? Даже вспомните Британик, да, игру. Ну, извините, там все то же самое в доступе. Практически в доступе. Но игра работает стабильно. А это демо. И вроде многие помещения закрыты, да? Не все в доступе. Но тормозить жуть как. Ой, господи. Так, это, получается, телефончики. Откуда подавался... Откуда был принят звонок с мостика, то, что Айсберг прямо по курсу, да? Так, это отсюда мы пришли. Э, э, э. Я хочу на палубу. Я хочу на палубу. Пустите меня. Не дает. Чуть матом не полез. Так, ну, это, понятно, компас. Так. О, отсюда я вышел. Ну, что так? Кстати говоря, у меня в домашней коллекции вот такой вот один машинный телеграфчик есть. Если хотите, могу продемонстрировать. Вот, вот такой вот. Машинный телеграфчик. Вроде сувенирчик, но на ebay удалось заказать. Они есть совершенно разных размеров. Даже со своими звуками, там, сигналами и так далее, и так далее. Даже светящиеся. Ну, давайте уж говорить на чистоту. На ebay любая функция стоит немалых денег. На ebay вообще все дорого. Я уже не говорю про доставку. Я не припомню вот это, для чего нужно было. Вот это устройство. Какой-то подиум для выступлений. Сейчас сказать не могу вспомнить. Это крылья лайнера. Что-то я не пойму. Погодите. Ребята, видите правый борт? Это что за черная фигня торчит? Это что, борт торчит так, что ли, или что? А вон еще какой-то куб стоит на полубаке сбоку. Черненький такой кубик. Если кто-то сможет заметить, увидеть. Ну, прямо, конечно, смазывается на фоне моря, но что-то и есть такое. По-моему, демка дает о себе знать. Такие недоработанные углы. Всякое прочее есть. А, сюда пройти уже не можем. Здорово. Ну, довольно длинный носик. Отсюда до носика сколько? 50 метров есть, да, наверное? Где-то от мостика до самого носа 50 метров есть, да? А до мачты метров 30 где-то будет. Точные размерки не помню. Я хотел себе еще миниатюрный штурвальчик заказать. Нигде не нашел. Я именно вот такой хотел заказать, но я бы ее нигде не было. Так, эта дверца закрыта. Кстати говоря, это куда ведет эта дверца? Наверное, тоже к каютам, да? Я так понимаю. Если с той стороны. Идентичную. Кстати, погодите. Это что за дверь? Тоже дверь куда-то ведет, да? Угу, 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 угу. Ладно, пошли обратно. Здесь у нас все не в доступе. О, погодите-ка. А, нет, это просто полосы по краю косяков. Так. Это, я так понимаю, вентиляция какая-то, да? Вот эта золотистая снизу. Ну, короче говоря, вот эти помещения, это чисто не просто обслуживающий, ну, обслуживающий персонал, то есть все командиры, ранги, капитаны здесь обитали. О, смотрите-ка. Что тут у нас? Это какие-то генераторы. Напротив, напротив умывальник. Что-то ротик подсох, извините. Надеюсь, тоже не заболел у меня тут. И дочка, и жена заболели. Уэрви, не ковид, уэрви. Хватит с нас этого ковида, честно сказать, уже достало. Я так и не понял, это что, генераторы какие-то запасные? Я так понимаю, сколько их? Раз, два, три? Наверное, я могу ошибаться. Я точно не знаю. Ладно, пошли обратно. Так. Ой-ой-ой, как, как долго прогружается каждая текстура. Прям каждый цвет, каждый тон. Все это долго-долго грузится. Так. Отсюда прям видно, как вот, часы, да? И резьба, она прям такая трехмерная. Прям так выпирает из стены. Очень красиво. Прям часики тикают, слышно. Так, ладно, пошли вниз. А, кстати, погодите-ка. Мы выходили на палубу, да? Так, по-моему, в прошлое прохождение, да, мы выходили на палубу. Да, выходили. Ничего нового мы здесь не увидим. Ой. Так. Пошли вниз. Так, 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 так. Здесь мы выйдем? Нет, не выйдем. Обидно. А, кстати, посмотрим-ка здесь. Так, мы здесь были, да? Нет, здесь не были и не зайдем даже. О! Ну, если посудить, в основном мы именно в этих помещениях в прошлый раз и не были, не проходили. Вот тоже, кстати, компенсационный шов. Точно такой же на палубе выше. Гудят котлы. Так. Тут все закрыто. Мне сказали, что есть еще одна какая-то каюта, которая может быть здесь в доступе. Только я ее не знаю. А в прошлый раз мы в таком же альтернативном помещении были, да? Просто посмотрели на нос и все. Больше ничего не увидели нового. Да, да, да. Здесь мы были, да. Я так понимаю, данная демо-версия, она с сюрпризом. Поэтому надо внимательно каждую дверь допроверить. Может, докуда и попадем. Конечно, немножко ситуация с тем, что только один режим здесь в доступе немножко разочаровал. Ну, надеюсь, что следующая уже альфа-версия порадует более насыщенными помещениями, стабильной графикой и вот этим юзерством заниматься, честно. Или мне придется идти покупать себе карту. Так. Ну, здесь мы вроде везде были, да? Там. Так. Видите, даже аж меню размыто. Ну, объявление, меню, я не знаю, что ли. А, так, мы попадаем опять в гостиную первого класса. Ну, вот, посмотрите, пожалуйста. Прогружается еле-еле, то тут, то там. Ладно, подожди. О, пожалуйста. Можно открывать шампанское. И века не прошло, да? Жесть какая-то, ребят, жесть. А тут, я так понимаю, еще библиотека была внутри, да? Вот видите, прямо там окник стоят. Так. Упец. Отражение в зеркале какое-то вообще нереалистичное. Как будто, какую-то размазанную панораму взяли и влепили вместо зеркала. Жесть какая-то. А, да, пошли отсюда. Кстати, это что за дверь? О, посмотрите, какое помещение мы пропустили, ребят. Извиняюсь. Искренне извиняюсь, что мы в прошлый раз так быстро сквозь помещение пролетели. Сквозь первый класс. Это, я так понимаю, тоже курительное, да? Не припомню, честно, что это за помещение. Надо открывать книжки. Повторять домашние задания, да? Быстро забывается. Кстати говоря, вот эти дверцы, я так и не понял, зачем они. Что здесь хранилось? Алкогол? Так. Так, здесь мы, в принципе, уже везде побывали. Особо не на что смотреть. Да, здесь мы были, уже все. Вот, можете себе представить, вот колоссальная конструкция. Вот эта лестница, через уймы количество пал проходит, да? И как вода смогла выдавить вот эту деревянную конструкцию, обрамленную сталью, да? То есть, это стальная конструкция, и сверху еще деревом обшитое. И это все прямо вырвалось через купол наверх. Жесть какая-то. И то, что сейчас практически от этой лестницы ничего не осталось и найти невозможно, это, конечно, какой-то экшен. Угу, так, погодите-ка. Ну-ка, давайте-ка вернемся обратно. Давайте-ка зайдем сюда. Ну, ребят, почему это помещение пустое? Не просто так же. По-моему, здесь должна быть прогулочная палуба. Нет? Ну да, здесь должна прогулочная палуба быть. Ну вот, дверь какая-то, ну что? О! Да, точно! Так, погодите-ка. Здесь, получается, какая-то общая прогулочная, да? Выходит. А это уже частная за дверью, да? Наверное. Кстати, в фильме Джеймса Киммерона, вот, как мы помним, вот эта прогулочная палуба была воссоздана в натуральную величину полностью. Ух ты! Искренне извиняюсь за мою критику в предыдущем прохождении, то, что жаловался по поводу единственной открытой каюты, да? Штраусова, оказывается, есть еще открытые. О! Здесь закрыто все. Это каюта какая? По-моему, Бэшка, да, какая-то должна быть? Да, Б51. Все верно. Красивый каминчик. Так, мы вернулись. Ну, получается, мы круг сделали, да? Отсюда кружок сделали, зашли в каюту. Ну-ка, давайте-ка пойдем туда, посмотрим, что там есть. Так, нет, сюда мы попасть не можем. Это лифты. Ладненько. Раз не хотите по-хорошему, будет... Наверное, так же по-хорошему. А тут, погодите, кто же? Открытый участок. Ну-ка, 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 ну-ка. Да, в противоположной стороне точно такая же прогулочная палуба. Только здесь нету выхода на каюту. Ребята, если я буду, так скажем, подтягивать носом, извините, пожалуйста, потому что я аллергик. И нынче вот эти маски, которые нам приходится носить для аллергиков, действительно жгучее бремя. То есть, и как бы носить маски необходимо, как вы понимаете, да? Ну, и это и хлопок, к тому же, ко всему прочему. На который у меня аллергия, как и у многих моих коллег в больнице. Так что, что нам делать, неизвестно. Пакеты на себя натягивать, я уже не знаю. Мусорные пакеты на голову, и все, так будем ходить. Все у нас закрыто, закрыто, закрыто. Закрыто, закрыто. Ну, по-моему, в прошлый раз так же колошматились в каждую вот эту дверь. Ни одна из них не открывалась. Вот эти балюстраты, как мне нравятся, да? Которые обшиты на потолке. По-моему, у кого-то в коллекции я такую штуку видел. Было куплено за баснословные там конкретные... То ли сто тысяч долларов, то ли сколько, я не припомню. Короче, бешеные деньги. Могу преувеличивать, я не помню. Я не знаю, вот эти расценки. Именно реальных артефактов с Титаника. Мне предлагали взять уголь. Честно сказать, я вот в эти штуки не верю. Ну, там. Можно такой же уголь, скажем, у нас в кочегарке взять, засунуть в коробку и сказать, что это с Титаника. И документативно это подтвердить. Точно так же, скажем, как если сходить в какой-нибудь музей космологии, да, ну, скажем, музей Циолковского в Москве есть, да, там продают вот эти маленькие метеориты, да, тип остальные. Ну, понятно, документик к нему представлен, да, с подписью, со всеми делами. Но ты попробуй докажи, что это действительно реально метеорит. А не какая-то фигня. Ну, я, по-другому, метеоритик купил. Каюсь. Лежит дома без дела. Не знаю, зачем брал вообще. Жесть, короче. Так что насчет угля я еще подумаю. Так мы, получается, опять в кафе Паризьен. Так, ну вот. Та же самая старая история. Все у нас тут плывет по текстурам. То есть не было ни разу, да, чтобы сюда мы зашли в этой демке, да, в данном прохождении, чтобы а-ля карт был полностью в нормальном состоянии, а не вот в таком. Эх, эх, эх. Так, что тут у нас? Ничего так не изменилось. Все та же история. О, а это мы в стену уперлись, да? Так. Вот. Так можно и сойти с катушек. Я же, по-моему, фильм этот русский называется Кома, да? Где там с ног на голову все, так скажем, не поймешь, где потолок, где низ, где стена есть, где ее нету, примерно то же состояние. Кстати говоря, чисто между нами, да, когда ребята начали делать эту игру, да, и когда встал вопрос относительно того, что же можно сделать с ней, какой сюжет можно придать ей, ну, чтобы так скажем, не просто была моделька, по которой можно погулять, а что-то, вот так скажем, завораживающее из этого сделать. Вот в прошлый раз, в прошлом прохождении я напомнил про игру, которая называется Everybody's Gone to the Rapture, в русской локализации называется Хроники последних дней. То есть, это получается история постапокалиптическая о маленьком городке. Конечно, это будет некий спойлер, но я постараюсь очень, так скажем, вкратце рассказать, о чем идет история. То есть, это история о маленьком городке, где все жители каким-то образом исчезли. То есть, ты ходишь по этому городку, очень красочный городок, но в нем нет ни одной живой души. И единственное, то, что там напоминает о людях, да, это конкретные, так скажем, локации, подходишь к конкретному месту, и там получается люди, ну, так скажем, выплывает некое воспоминание людей, и выплывает золотистые, так скажем, светящиеся текстуры этих людей, фигуры, и они между собой общаются. Есть некий диалог, и по всей игре ты ходишь, и вот эти диалоги постепенно собираешь, и вот эту историю собираешь, пытаешься понять, что же здесь произошло. Мне кажется, что-то подобное можно было бы сделать и здесь. То есть, не надо было бы заморачиваться насчет того, чтобы делать вот эти все фигуры, там все дела, а можно было бы сделать некое своего рода артхаусное произведение, да, скажем, с теми же диалогами все прямо как положено, да, можно было бы воссоздать всех героев со всеми вот этими их, так скажем, переживаниями, со всеми делами, все-все, но можно было бы предоставить историю в таком ключе, я так считаю, было бы здорово. Я лично люблю вот такие игры, в частности, я очень люблю симуляторы ходьбы, между прочим, это чем вам не симулятор, да, тоже своего рода симулятор ходьбы, но можно ему придать некую жизнь, да, некую историю, вот представьте, вот лайнер сейчас тонет, да, и вот ты подходишь там, ну, например, вот сюда, да, ну, и здесь музыканты, скажем, второго класса, я не знаю, в принципе, они же могут здесь, или, ну, первого класса, ну, музыканты здесь стоят, и что-то обсуждают, обсуждают, как бы выйти на палубу вверх, чтобы исполнять вот эту музыку, чтобы немножко развеселить народ, да, и вот они заканчивают свой диалог, и их тени исчезают, да, и ты уже идешь на палубу выше, чтобы посмотреть, что там творится, ну, вот, можно было бы какую-то вот такую идею меланхоличную присудить, да, на игре, ну, посмотрим, до чего додуматься, ребята, то же самое, как и в прошлый раз, между прочим, очень интересная штука, когда проходишь дальше вперед, ты проваливаешься прямо вниз, на палубу ниже и идешь дальше спокойно себе, между прочим, в прошлый раз, когда я только-только впервые запустил данную демку, да, и провалился в текстуру, я тут же утонул, я говорю, ничего себе, я затонул гораздо раньше, чем сам макет, чем лайнер, ушел прямо на дно, это было очень смешно, так, где мы еще с вами не были, скажите, ребята, так, врубай интуицию, врубаем интуицию, где мы еще не были, так, вниз, 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 наверное, пойдем, посмотрим, погодите, внизу мы уже были, все, там уже посмотрели, там ничего нового нету, нам нужно возвращаться обратно, да, обратно нам надо возвращаться, так, это у нас курительный салон, так, 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 ну, мы здесь, я так понимаю, выйдем сейчас на палубу, мы уже в прошлый раз там были, ничего, так скажем, завораживающего там, завораживающего там нету, так, ну ладно, наверное, вернемся обратно, посмотрим, что там у нас есть, еще, и сказали, что там есть, по крайней, как минимум, 3-4 каюты, которые в доступе, которые можно найти, возможно, мы сможем их найти сейчас, может, и не найдем, я не знаю, я не проходил, эту демку, я, конечно, сейчас завидую всем тем ребятам, которые, так скажем, запускают эту игру со своих мощных компьютеров, да, нету вот этих проблем, я только не пойму, почему ребята не решили делать четвертую демку в VR, конечно, у меня есть некая своего рода технология, которая мне позволит использовать VR-очки в данной демке, да, то есть мне не надо там переигрывать вот эту третью демку, да, постоянно в VR-очках, можно и четвертую задействовать, посмотрим, я еще не пробовал, посмотрим, может, получится. Эх, 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 господи, это просто неописуемая вещь, вот посмотрите, огромный лайнер, да, такой же, как и там Олимпик, Британик, да, извините, сколько бабла было влита в строительство этих лайнеров, да, и как быстро их построили, да, а сейчас китайцы над своим макетом, вот этим китайским Титаником, сколько голову бьют, до сих, уже сколько лет они его строят, строят, он все ржавеет, потом что-то подстроят, потом опять ржавеет целый год, потом еще опять что-то подстроят, не знаю, вроде технологии идут вперед, да, если ты, конечно, заинтересован в какой-то идее, ты делаешь все возможное для того, чтобы эту идею развить, может, коронавирусная инфекция сыграла свою роль в таких задержках в строительстве, может быть, я не могу сказать, а может и финансовые проблемы, так, ох, здесь мы, здесь мы не были, да, здесь не мы, здесь не были, не, 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 это получается одна из носовых кают, да, да, эта каюта смотрит прямо на нос, туда, то есть, это одна из таких простеньких кают первого класса, да, что, две кроватки, ничего, изысканного, ну, по крайней мере, просторно, с вентиляторами, со всеми делами, роскоши особо никакой нету, но самое главное, чтобы было уютно, я бы в такой с удовольствием бы поплыл, конечно, если бы не сказали, что никакого столкновения с айсберга не будет, да, я бы с удовольствием бы сел на этот лайнер, поплыл бы, мы, кстати, подумывали с женой свой, так скажем, медовый месяц провести на лайнере, ну, не лайнере, так скажем, на круизном кораблике в наших местных кругах, думали сначала поехать на Черное море, пару билетов взять, на несколько дней прокатиться, не вышло, потом решили завербовать себе места на круизном маленьком суденышке на Листвянке, на Байкале, но, ребята, честно скажу, гораздо выгоднее взять себе круиз на лайнере, это выйдет дешевле в 3, аж в 4 раза, здесь на одного человека, если прокатиться по Байкалу 7 дней, да, ну, то есть, от Иркутска, да, по Баргузины и вниз, да, то есть, там, стоянок море 7 дней, и в итоге на одного человека уже выходит 90 тысяч, 90 тысяч, а сегодня круиз на одного человека, ну, если уже брать самую такую бюджетную каюту, стоит 35-40 тысяч, рублями, так что, матушка Россия так заботится о нас, да, о своих, ну, можно сказать, что ценники, они соответствующие, учитывая, что Байкал это единственное крупное, самое крупное пресноводное озеро в мире, да, соответственно, если ты хочешь его охотить, да, соответствующую сумму надо платить, и я вам скажу, что многие, кто платят такие денежки, чтобы кататься на паромах, кстати говоря, у нас, если кто не в курсе, на, в Иркутске, в микрорайоне Солнечном, да, на берегу Ангары стоит ледокол, который называется Ангара, этому ледоколу, энное количество лет, он на 7 лет старше, чем Титаник, то есть, его, получается, привезли, если я не ошибаюсь, в Великобританию, в разобранном виде, его привезли в Иркутск в начале 20 века, и собрали его уже здесь, мы там с женой провели некую для себя экскурсию, попали как будто в начало 20 века, особенно меня поразили, конечно, машинное отделение, мы там пошарились довольно жестко, я заснял поршневые двигатели, по-моему, я фотографии выкладывал в группе Титаник, честь и слова, это было очень здорово, настолько впечатляюще, ну, там получается, единственное, что подходило под стандарт Титаника, это котельная, то есть, там стоял один, единственный котел, один котел, по размеру идентичный с котлом на Титанике, а на Титанике их было 29, 29 котлов со 159 угольными топками, которых вырабатывали пар для двигателей судна, а там был всего лишь один, их нет, там, там был один основной и маленький котельчик, напоминающий сегодняшний бойлер для нагрева воды, то есть, вот такой, маленький, запасной, в случае, если основной выйдет из строя, в случае чего, да, ну вот, опять вылетаем из текстур, дальше как будто идешь, как это, знаете, смерть, там, ну там, человек умер, свет в конце тоннеля и все дела, да, вот примерно та же история, нет, я не хочу сейчас погибать, умирать, я туда не полезу, так, давайте-ка ускоримся, потом что-то ходим, бродим, болтаем, ничего нового мы не увидели, так, внизу мы смотрели, да, уже бассейн, турецкие бани, ничего там нового не появилось, единственное, конечно, что мы в Скоттлинд, в Скоттлинд так и не попали, да, в Шотландскую дорогу, индиан, ну вроде бы все, мы все прошли, по крайней мере, то, что предоставляла демочка на данном этапе, я очень надеюсь, что альфа-версия, демо-версия предоставит нам больше помещений, вроде нас заверли, но будет здорово, конечно, пройтись по Титанику ночью, хотя, как мне кажется, ночью ходить по тем же самым помещениям гораздо было бы интереснее, например, понаблюдать Титаник ночью непосредственно на палубе, я думаю, у нас будет такая возможность походить на палубе ночью, да, ну все, вроде бы, мы уже все прошли, все увидели, ничего нового мы здесь сейчас больше с вами не увидим, сейчас еще раз наверх поднимемся, может, будет какое-то озарение, озарение, я так понимаю, не будет, но вот на такой вот пышной, яркой ноте, да, на таком прекрасном зрелище, я с вами прощаюсь, будем дожидаться альфа-версии в следующем году, будем ждать нестерпением, так что желаю вам встретить Новый год в кругу семьи, желаю вам в будущем году больше положительных эмоций, прямо железобетонного здоровья, и чтобы наконец, в будущем году мы увидели полноценную игру, надеюсь, все выйдет так, как мы ожидаем от разработчиков, всем спасибо, до скорого,